Два года без бессмертного полка. Из-за пандемии ковида шествие с портретами ветеранов отменялось. В этот день победы полк вернется. Как будет организовано прохождение колонны, где они будут формироваться, рассказали сегодня координаторы акции. Кстати, она впервые пройдет в двух форматах – онлайн и вживую. В прошлом году в онлайн шествие бессмертного полка приняли участие более 5 миллионов человек. В этом году тех, кто не может присоединиться к прохождению колонн, вновь приглашают к дистанционному участию в акции. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте бессмертного полка. Сделать это нужно до 7 мая, чтобы модераторы успели обработать информацию к празднику. Тем, кто уже регистрировался в прошлом году, нужно будет всего лишь подтвердить участие. Из новшеств на сайте добавлена возможность поиска людей, к примеру, своих родственников. Так, если вы ввели данные одного и того же ветерана, система вам об этом подскажет. Появилась возможность помимо портрета фео и дат жизни и смерти добавить истории и вспоминания своих ветеранов. Для того, чтобы принять участие в прохождении бессмертного полка, регистрироваться не нужно. Акция пройдет во всех районах Чувашии, но главное шествие по традиции в Чебоксарах. Сбор желающих пронести портреты своих героев в 11.30 возле национальной библиотеки. Организаторы настоятельно просят не собираться задолго до этого времени. Меры безопасности будут приняты повышенные. Повсюду на пути следования установят арочные металлоискатели. Сотрудники полиции будут проводить досмотр всех участников шествия. Запрещены к проносу будут все виды жидкости, в том числе и бутылки с водой. Также алкогольные напитки, аэрозольные баллончики, пиротехника. И вообще сотрудники МВД советуют будущим участникам шествия максимально минимизировать ручную кладь. Даже еду с собой не брать. Не будут допускаться граждане с техническими средствами. Это велосипеды, это электросамокаты. По одной простой причине. В полку часто бывает такое, что друг на друга наезжают. То есть велосипедист не может держать дистанцию, он въезжает в людей. И это очень большая проблема становится. При этом на территории прохождения полка организуют три точки продажи бутилированной воды. Уже с 8 утра 9 мая движение транспорта в центре города будет перекрыто. Движение общественного транспорта, движение личных автомашин будет прекращено. Движение будет происходить по дублёрам улицы Энгельса и Президентский бульвар. Соответственно, троллейбусы также пустят и автобусы, маршрутные такси по этим дублёрам. На всём пути следования полка будут работать волонтёры. Более 200 человек уже набрано. Также будут дежурить три экипажа скорой помощи. Из года в год появляются люди, которые действительно хотят втиснуться в головную колонну. Когда она уже сформирована, люди идут. Это вызывает и недовольство тех, кто уже идёт. Появляются некие конфликты. Мы понимаем, что это народное шествие. Здесь главная цель показать наших дедов, прадедов, тех, кто воевал, защищал нас, отдал жизни. Не превращаться в какую-то такую гонку. То есть встать, желание, вперёд. Присоединяться на площади республики к концу колонны. Движение колонны Бессмертного полка начнётся в 12.30, сразу после прохождения парада. Конечная точка, Красная площадь. В этот раз выразили желание пройти с портретами своих ветеранов и вынужденные переселенцы с Донбасса. Сколько человек в итоге примет участие в акции, пока сказать невозможно. Но в 2019-м, к примеру, по главным улицам прошли более 20 тысяч человек. В этом году, предполагается, будет не меньше. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести Чувашия.